Вокруг проекта еврейской автономии в Крыму, известного также как Крымская Калифорния, существует два основных мифа. Миф первый. Ленин отдал евреям на заселение Крым за кредит от американской еврейской организации Joint. Под залог кредита, крымская земля была разделена на паи, под которые выпустили государственные векселя. В кратчайший срок, векселя скупили 200 пайщиков, в том числе семья Рузвельтов, Гуверы, руководители Джоинта во главе с миллионером Льюисом Маршалом. Вернуть деньги следовало до 1954 года, а в случае невозврата, Крым становился собственностью владельцев векселей. В США этот проект получил название «Крымская Калифорния». Второй миф проистекает из первого. На Тегеранской конференции в 1943 году президент Рузвельт открыто заявил Сталину, что США вынуждены прекратить поставки ленд-лиза в СССР и не могут открыть второй фронт, поскольку всесильное еврейское лобби в его стране требует от большевиков исполнения обязательств по Крымской Калифорнии, либо начать выплаты по долговым векселям, либо учредить в Крыму еврейскую республику. В разгар войны денег для выплату страны не было. Сталина фактически загнали в угол, и он согласился начать подготовительные работы по созданию еврейской республики. По требованию американских владельцев векселей провели депортацию крымских татар, как главной помехи переселения евреев на полуостров. В 1949 году у Сталина появилась ядерная бомба, и шантажировать его стало невозможно. Казалось, что проблема Крыма решена окончательно. Но оставались подписанные правительством Советской России векселя. Мудрый Сталин учел и этот вариант, придумав план передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Правда сам Сталин это сделать не успел, так как умер при странных обстоятельствах. Сталинский план притворил в жизнь Хрущев, как раз накануне срока погашения векселей. 15 февраля 1954 года Крым был передан Украинской ССР, которая никаких залогов не проводила. Векселя таким образом были аннулированы без компенсации, а проект Крымская Калифорния лопнул окончательно. В придачу к этим двум мифам существуют мифические уточнения. Например, писатель Виктор Еремин в своем рассказе «Проект Крымская Калифорния» утверждает, что посол США в СССР Аверил Гарриман от имени президента Гарри Трумэна в ультимативной форме потребовал от СССР вывести из Севастополя Черноморский флот и создать еврейское независимое государство в составе Крымского полуострова, всего советского Черноморского побережья вплоть до Абхазии, включая Сочи, а также Херсонской и Одесской областей. В противном случае Сталину грозили атомной бомбардировкой нескольких десятков центральных городов России. Другой писатель Виктор Левашов в своей книге «Убийство Михоэлса» приводит текст послания Гарриману от Джорджа Маршалла, в котором требования о Черноморском флоте есть, но ни Херсона, ни тем более ядерного шантажа нет. Нет среди писателей и согласия по другим деталям. Сколько именно денег задолжал Советский Союз Америки, требовали ли американцы независимости Крыма или были согласны на статус Союзной Республики, проворачивал ли аферу с Крымской Калифорнией Вячеслав Молотов за спиной Иосифа Сталина или отец народов с самого начала был в курсе. Все это конечно не способствует убедительности их рассказов. Вся эта мифология, крутится вокруг трех эпизодов, попытки решения еврейского вопроса землей в Крыму, депортации крымских татар и передачи полуострова Украине. Все три факта безусловно были, их никто не отрицает. Но проблема в том, как их связать в единую историю. И тут на помощь пришел соратник Ельцина, бывший министр печати информации Михаил Полторанин, который в 2008 году рассказал аргументам и фактам, что якобы Сталин лично признался югославскому лидеру Броз Тита, что выслал крымских татар из-за обещания Рузвельту создать еврейское государство в Крыму. Таким образом пазл сложился. Три реальных исторических эпизода превратились в завершенную форму мифа. Разумеется, никаких документальных подтверждений своей концепции рассказчики не приводят. По утверждению Полторанина, материалы проекта Крымская Калифорния все еще засекречены. Поэтому хотите верьте, хотите нет. Для разбора мифов мы обратимся к документам, но прежде, для понимания, кратко воспроизведем хронологию событий. Иосиф Розин, директор русского отдела Международной еврейской благотворительной организации Joint, считается автором идеи еврейской колонизации Крыма. Сама организация Joint была основана для помощи евреям, находящимся в нужде или опасности по всему миру. Находясь в советской России, Розин с 21-го года убеждал председателя ЦИК Крымской АССР Юрия Гавина выделить пустующие земли на полуострове для переселения евреев в обмен на материальную и техническую помощь из США. В большевистском руководстве эту тему активно лоббировал руководитель еврейской секции РКПБ и известный журналист Абрам Брагин. Через Марию Ульянову и Николая Бухарина, Брагин поднял пропагандистскую шумиху вокруг еврейского павильона на Всесоюзной сельхозвыставке 23-го года. Ленин крайне благожелательно относился к созданию еврейской автономии, о чем писал еще в 19-м году. И что примечательно, свой последний приезд в Москву в октябре 23-го года полупарализованный Ленин специально объехал на машине еврейскую экспозицию на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В ноябре 23-го года Брагин подготовил проект создания автономной еврейской области с целью переселения полумиллиона евреев к 27-му году на территории юга Украины, севера Крыма и Черноморского побережья Кавказа, вплоть до Абхазии. Месяцем позже Брагин и заместитель наркома по делам национальностей Григорий Бройда подали в политбюро докладную записку с обоснованием этого предложения, якобы небывалым интересам еврейских организаций Европы и Америки, готовых финансировать реализацию этого проекта. Для рассмотрения идеи еврейской автономии была создана специальная комиссия под руководством заместителя председателя СНК Александра Цурупы. В феврале 1924 года эта комиссия приняла решение о создании Комитета по земельному устройству еврейских трудящихся, сокращенно Комзет. В его компетенцию входило распределение земли для будущих еврейских переселенцев. Активными сторонниками этого проекта были Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин и многие другие советские руководители, часто еврейского происхождения. Также, на первых порах благосклонно к еврейской автономии, отнесся нарком по делам национальности Иосиф Сталин. Неожиданно резкую позицию занял нарком земледелия Александр Смирнов. 13 февраля, на заседании Политбюро ЦК РКПБ он заявил. Сильное выпячивание устройства еврейских масс, было бы явной несправедливостью по отношению к остальному населению, и политически совершенно недопустимым делом, так как сыграло бы на руку антисемитам. А образование автономной еврейской единицы на чуждой территории, из пришлых элементов, явится совершенно искусственным, и в этом отношении самым резким образом, разойдется с принятым порядком образования автономных областей в СССР, который основывается на началах самоопределения национальностей. Его поддержали нарком юстиции УССР Николай Скрипник и первый секретарь ЦК Компартии Украины Эммануил Квиринг. Однако сторонники еврейского проекта одержали верх. Комзет во главе с Петром Смедовичем принял решение, наметить свободные площади, для еврейских колоний на юге Украины, а также в Северном Крыму. Тогда же, в июне 1924 года, была создана корпорация Аграджоинт, руководителем которой стал Розин. В конце года, он вступил в переговоры с советским правительством в лице Смедовича, предложив выделение 15 миллионов долларов на земельное обустройство евреев, в обмен на прекращение гонений на иудаизм и содействие эмиграции сионистов в Палестину. Об автономии Крыма речь на переговорах не шла. В январе 1925 года, в Москве для содействия Комзету и Аграджоинту, было создано Всесоюзное общество по землеустройству еврейских трудящихся, сокращенно АЗЕТ. Возглавлял организацию Старый Большевик и активный лоббист еврейской автономии Юрий Ларин. На Всесоюзном съезде АЗЕТа, в ноябре 1926 года, его председатель Ларин, предложил путем организации массовых еврейских поселений, создать в конечном счете в Северном Крыму, Национальную еврейскую республику. Идею поддержал Калинин, но с оговоркой, оседлых еврейских крестьян, должно было быть несколько сот тысяч. Поддержка Калинина, вызвала негативную реакцию советского населения, пошли слухи о захвате евреями Крыма. Расхожим стало выражение «евреям Крым, а русским на Рым» с намеком на старое место царской ссылки на Рымский край. Решения по еврейской автономии в Крыму принимались в условиях секретности, без учета обстановки на местах. Между тем, с 1921 года в Крыму существовала автономная республика со своей конституцией и массой проблем. На полуострове началась ликвидация безземелья среди крымских татар путем переселения из горного Крыма в степные районы. На это накладывалось возвращение десятков тысяч татар из эмиграции. Помимо этого, в Крыму жило 50 тысяч немцев, которые обжили богатые степные земли еще с царских времен. Обстановка начала накаляться. Резко против выступил председатель ЦИК Крымской АССР Вали Ибраимов. Он фактически саботировал указания Москвы о выделении евреям земли в степной части Крыма. Ибраимова поддержала местная интеллигенция, татары начали разворачивать поезда с еврейскими переселенцами, начались волнения. В 1928 году Ибраимов был арестован и расстрелян за терроризм и участие в бандитской шайке. Волнения татар были подавлены. Часть татарской интеллигенции репрессировали. Началось массовое принудительное изъятие северокрымских земель во Всесоюзный фонд для переселенческих нужд. В мае 1929 года Ларин предложил ЦК дополнительно выделить Камзету 235 тысяч гектаров земель в Центральном Крыму, которые стали бесхозными после того, как с них были отселены в Республику немцев по Волжье местные немцы-колонисты. 15 февраля 1929 года Агроджойн заключил в Москве договор о финансировании еврейских колоний в Крыму и Северном Причерноморье. Согласно этому договору, СССР получал займ на 9 миллионов долларов с выплатой в течение 10 лет. В Крыму было создано два еврейских национальных района. В 1930 году Фрайдорфский, а в 1935 Лариндорфский. В 1941 году с началом немецкой оккупации оба района фактически прекратили свое существование. В 1938 году еврейский проект решили свернуть. Комзет и Азет были ликвидированы, закрыты представительства Агроджойнта, а переселение евреев в Крым прекратили. К 1941 году в Крыму проживало порядка 70 тысяч евреев, из которых порядка 18 тысяч были заняты в сельском хозяйстве. Таким образом идея создания в Крыму еврейской автономной республики так и осталась идеей. Теперь перейдем к самому главному, к договорам, по которым якобы полуостров продали американцам в обмен на помощь для евреев. Между Агроджойнтом и Советским правительством было заключено 5 соглашений. В 1924, в 1927, в 1929, в 1933 и 1938 годах. Здесь важная деталь. От лица Советского правительства договор с Агроджойнтом подписывал Комзет. Таким образом передача Крыма из состава России в состав Украины никаким образом не помогла бы избежать Советскому Союзу финансовой ответственности. Первое, основополагающее соглашение Агроджойнта и Советского правительства, заключено 29 ноября и ратифицировано 16 декабря 2024 года. Последующие соглашения корректировали или расширяли некоторые пункты, добавляли новые. Однако все новые добавления не меняли сущность договоренностей. В договоре нет упоминаний ни о создании еврейской автономии, ни тем более передачи каких-либо земель под залог или в виде выкупа. Все статьи, касаются исключительно содействия со стороны Агроджойнта, еврейской аграрной колонизации в СССР. Причем о Крыме как отдельной территории вопрос вообще не стоял. Предложения о создании на территории Степной Украины и Крыма, потенциальной еврейской автономии, исходили от советских представителей, в основном работников Камзета и Азета, а именно от Ларина, Брагина и других. 31 января 1927 года был заключен второй трехлетний договор между советским правительством и Агроджойнтом, а 15 февраля 1929 года – третий. Именно вокруг третьего соглашения и выстроены все конспирологические теории о судьбе Крыма. Это происходит из-за того, что из российских архивов до сих пор не опубликована советская копия договора 1929 года. Согласно английской версии договора, Советский Союз получил взаймы 9 миллионов долларов сроком на 17 лет под 5% годовых на обеспечение деятельности Камзета по обустройству евреев. В свою очередь советское правительство на всю сумму напечатало облигации займа номиналом в 1 тысячу долларов на предъявителя и разместило их в Нью-Йорке в честь National Bank. При этом Крым в тексте упоминается трижды, в преамбуле и статье 14, и всякий раз в составе словосочетания «The Crimea and the Ukraine», обозначающего место еврейской сельскохозяйственной колонизации. Ни о каком требовании создания еврейской республики в Крыму, речи нет. Естественно, государственные облигации не предусматривали никаких земельных паев на полуострове, вопреки россказням адептов мифа о Крымской Калифорнии. В марте-апреле 1933 года было заключено еще одно дополнительное соглашение, предусматривающее радикальное сокращение американской помощи до 2 миллионов 994 тысяч 751 доллара. Виною этому была Великая депрессия. Что касается дат погашения векселей в 1953 и 1954 годах, которых попросту не было в текстах упомянутых договоров, то и это легко объясняется. 21 августа 1938 года между советским правительством и агроджоинтом было подписано официальное соглашение о прекращении действия всех предыдущих договоров и дополнений к ним, начиная с 1927 года. С 1930 по 1933 год, то есть еще до сокращения американского займа, советское правительство, выпустило 24 серии государственных облигаций на общую сумму 5 миллионов 352 тысячи долларов, принадлежащих агроджоинту. Последний срок погашения последней серии был определен 1 января 1953 года. Отсюда, видимо, и произрастают корни легенды о том, что после этой даты Крым нужно было отдать американцам как залог. Подведем итог. Первое. Полуостров не фигурировал в качестве залогового обеспечения займов, ни в одном из соглашений. Второе. В том же 1938 году был определенный порядок расчетов. Агроджоинт передавал в Chase National Bank все принадлежавшие ему облигации и отказывался от любых претензий к советской стороне. В свою очередь СССР оплачивал в 1939-1940 годах 2 миллиона 852 тысячи долларов по выпущенным ранее облигациям. Третье. Никаких упоминаний проекта Крымская Калифорния в документах нет. Кроме того, в мае 1938 года были ликвидированы Комзет и Азет, а многих его участников расстреляли. И последнее, доказывать миф о возрождении проекта Крымской Калифорнии в 1943-1944 годах нет никакого смысла. Невозможно возродить то, чего не было в природе.